9 октября 2021 года. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем знакомить вас с общинами Святой Земли и расскажем о католиках. Католиков на Святой Земле можно встретить повсюду, на всех почти святых местах. Паломники всегда удивляются. Идешь в храм Гроба Господня на службу, входишь и сразу окунаешься в невероятное какое-то смешение звуков. Что это? А это одновременно молятся разные конфессии. Нередко наша литургия проходит под орган. Ну, на самом деле, мы, местные христиане, литургию знаем наизусть, поэтому уже давно привыкли к этому, ориентируемся, не сбиваемся. Иногда нашим священникам приходится выжидать, пока у органа будет пауза, и тогда можно будет сделать возглас. Отцы Иерусалимской патриархии тоже давно уже к этому привыкли. А вот это, например, копты, древнеегипетские христиане. О них как-нибудь тоже расскажем. Их пение погромче органа. Так не звучит ни один храм в мире. Это голос христианского единства, без унии и без экуменизма. Каждый ведь молится в своем пределе, но всех объединяет любовь ко Христу и к святым местам, связанным с его земной жизнью. Католический предел находится справа от гроба Господня, как мы уже сказали. А, кстати, вот это латинский патриарх на святой земле. После окончания службы, даже на Пасху, монахи и прихожане начинают с бешеной скоростью все убирать. Почему такая суета? Потому что следом за православной ночной литургией идет армянская. А потом уже утром в шесть утра служат католики. Гроб Господень находится в совместном владении православных армян-католиков. Также здесь в храме имеют свои пределы копты, сириане. И вся жизнь храма, все 24 часа в сутках, расписанный по особому закону статус-кво. В какой час кто совершает молитвы, кождение, богослужение и так далее. Ну, вот такой ответ на вопрос. А кто такие вообще католики? Что такое католичество? Ну, изначально, в принципе, если говорить честно, мы все католики. То есть, в смысле, что католо, это по-гречески означает цельного, общего. То есть, то, что обычно по-славянски переводится как соборное. То есть, наша апостолская церковь, это и есть церковь кафолическое. Но образование именно западных христиан и обозначение их как католиками, а нас как ортодоксами, это вещь, которая произошла, в принципе, я бы сказал, уже в втором тысячелетии. Но начало было уже в первом тысячелетии, когда варвары стали, то есть, всякие германские племена стали завоевать Италию, стали завоевать Европу. То есть, территория, которая до этого была просто часть Римской империи. Римская империя, ее столица перенес Константин Великий из Рим в Константинополь. Но при этом мы все остались римлянами. Вот Константинополь называется Новый Рим. Однако, после того, когда западные части стали уже во власть франков, франки – это одно из племен германских народов. Германские народы – это не только немцы, это просто разные были германские европейские народы. А все остальное, то есть, все страны Средиземного моря – это были римляны. Римляны, которые говорили и по-латыни, и по-гречески. Иногда и на обеих языках говорили и по-гречески, и по-латыни. А вдруг появился новый элемент. И этот элемент был довольно языческий, а потом еретический, потому что много из германцев стали арийцами. Но потом потихонечку появилось королевство мировингов. Кловис по-русски – это был первый царь франков, который принял православие. Это было абсолютно православное немецкое православное государство и церковь, и они подчинялись Царграду, и подчинялись Новому Риму. Тут надо понять, что православное, то, что называется Византийская империя, не называлось Византийской. Это была единственная римская империя. Не было деления там на западный царь или на восточный. Центр империи был в Царграде, то есть в Византии. И ему подчинялись и народы в Испании, и в Италии, и в Галии, то есть в Франции, в Германии, везде. Но были разные мелкие цари, которые, конечно, их лояльность была к императору. Император был только в Царграде. Но когда уже мировингов стали, мировинги, это то есть франки православные, стали более слабые, и вот род пипинов стали более, как бы, получить больше и больше политических и других военных успехов, они захватили власть, получили благословение от Папы Римского, который был такой же патриарх римский. Это первое тысячелетие, общение было между обеими церквями, но он благословляет род пипинов. И вот был пипин, его сын был как раз Карл, который мы называем как Карл Великий. Это вообще отец Европы. Если мы думаем о Европе, Евросоюзе или Райх Европейский, это все связано именно с Карлом Великим. Карл Великий получает от Папы Римского, вот на праздник Рождество, это уже конец 8-го, начало 9-го века, титул царя римлян. Все были в удивлении, потому что все знали, что Карл Великий, это он царь франков. По латыни это называлось Rex Francorum. А вот Папа Римский его дает титул Rex Romanorum. Все хорошо, но это делается без ведомства императора, истинного императора всех римлян, который находился тогда не в Италии, а находился тогда как раз в Византии. Это был римский император. И, конечно, никто серьезно к этому титулу не относился. Все знали, что Карл Великий, конечно, он немец, он германец, он как бы относится к роду франков. Но, тем не менее, началось уже деление. Таким образом появилась отдельная, можно сказать, конкурирующая империя или конкурирующая звание на истинное наследство от римлян. Политический раскол усугубился догматическим. Карл Великий осудил 7-й Вселенский собор как еретический. Франки начинают называть румеев не иначе, как еретиками и греками. Почему? Причина в плохом переводе. Вот так просто. Решение 7-го Вселенского собора, где было установлено, утверждено в почитании икон, было переведено с греческого на латынь с ошибками, и так доставлено императору. «Приемлю и лобызаю с честью святые и честные иконы, а поклонение служением высылаю единой, присущественной и животворящей троице». Говорилось в догмате об иконопочитании, принятом на соборе. А вот в латинском тексте это место перевели так. «Признаю и принимаю честь святых и уважаемых изображений рабским служением, которые вслед за единосущной и животворящей троицей высылаю». Карл написал возмущенное письмо папе римскому. Папа был на стороне собора, но император созвал свой собор во Франкфурте-на-Майне. Там присутствовало, внимание, около 300 человек всего лишь. На этом соборе были отвергнуты решения соборов 754 и 787 года, поскольку, как сказали оба, они вышли из границ истины, так как иконы не идолы и иконам служить не должно. Никто к этому и не призывал, но так поняли решение Седьмого Вселенского собора. Таким образом, получается, Рим, хотя формально и принял решение Седьмого Вселенского собора, но отдал предпочтение церковному искусству вместо иконописи. Обратите внимание, у католиков в храмах есть картины, они не прикладываются к ним и не поклоняются Богу перед этими картинами. Однако позднее всё-таки будут у них чудотворные статуи, но это уже дальнейшая история. Кроме того, Карлу не понравилось изречение патриарха Тарасия. Святой дух исходит от отца через сына. Карл Великий настаивал на другой формулировке. Святой дух исходит от отца и от сына. Поскольку слова от сына звучат по латыни как филиок, дальнейшие споры по этому вопросу стали называться спорами о филиок. Далее начинаются литургические разногласия. Дело в том, что на Западе и Востоке сложились разные богослужебные традиции к тому времени. Например, на Западе служили литургию на пресном хлебе, а на Востоке – на квасном, то есть дрожжевом. На Западе постились по субботам Великого поста, а на Востоке – нет. Также это касалось массы других тонких деталей богослужебной практики. И вот в 1053 году началось настоящее церковное противостояние за влияние в Южной Италии между Константинопольским патриархом Михаилом и римским папой Львом IX. Приводит это все к тому, что 16 июля 1054 года три папских легата вошли в собор Святой Софии и положили на алтарь отлучительную грамоту, предающую анафеме патриарха и двух его помощников. В ответ на это 20 июля патриарх предал анафеме легатов. Вот так начинается раскол нашей церкви, раскол на Восток и Запад. Восточная церковь впоследствии будет называться православной с центром в Константинополе, а западная станет именоваться католической, и центр ее будет находиться в Риме. С 637 года вся святая земля находилась в руках у мусульман. Здесь был халифат, это был дом умаядов, то есть это было правление мусульман. Однако они не совершали такую чистку, чтобы не было вообще никаких христиан. Можно даже сказать наоборот, это был такой период, золотой век православной церковности на Святой Земле. Несмотря на утрача кое-каких святыней или на разрушение кое-каких храмов, но основные храмы были не тронуты, в том числе и гроб Господень, монастир Святого Саввы, и Вифлеем, и большинство населения все-таки были в первом тысячелете христианами. Более того, были великие святые, как Иоанн Дамаскин, который жил в монастире Святого Савва, были монахи, которые писали замечательные гимны, то есть те гимны, которые в нашей церкви, в том числе и в русской церкви, до сих пор читают и поют, они были написаны тогда, в мусульманском периоде, православными гимнографами. Дело в том, что несмотря на отсутствие связи с Византией, здесь как раз на Святой Земле хранилась чистота православия из-за того, что в Византии, в Царграде в это время были как раз иконоборцы. Так что, таким образом, все продолжалось, можно сказать, весь первое тысячелетие. Однако, уже в начало второго тысячелетия возникают проблемы. Были нападки на латынских паломников, стало уже сложнее здесь побывать. Более того, появился сумасшедший халиф Ал-Хаким, который решил разрушить все святыни, в том числе и гробницы Божьей Матери в Кедронской долине, и сам храм-гроб Господень. Это все способствует тому, что сам император обращается к своим западным братьям и просит, чтобы они тоже помогли ему справляться с мусульманскими оккупантами, которые уже плохо стали относиться к местным церковным структурам. И появляется уже во времена Папы Римского Урбаном II. Вот он собирает народ на западе, собирает всех франков на такой подвиг завоеваний святой земли. Это все звучит очень красиво, и изначально даже византийский император дал свое согласие. Но, как всегда в истории, это получилось тоже как другая оккупация. Франки, вместо того, чтобы освободить от мусульман и отдать своим должным хозяевам, они это не делали. Жадность все-таки была сильнее, чем братская любовь. И они просто поставили свои и мирские, то есть как мирская власть установили, королевство крестоносцев, также и свои церковные структуры. Они назначали своих франков, как патриархы, и в Антиохии, и в Иерусалиме, и в других местах. Но это все было недолго. Вот в 1187 году Салахадин смог, кстати, с помощью и в том числе православных воинов тоже, которые были в его войсках, он выгоняет франков. То есть их даже католиками не называли, их называли франками. И несмотря на то, что кое-где у них в Ахве еще осталось как бы свой островок, и что даже потом смогли они на недолгое время завоевать и Иерусалим, но в принципе они потом уже теряют это место, и город, и вся страна становится мусульманской, фактически до завоевания англичан после Первой мировой войны. Крестоносцы очень много строили. Храмы и монастыри, замки и больницы и все эти здания можно видеть сегодня. Лучше всего схранились, конечно, храмы. Строительство было необходимо, потому что многие храмы, построенные ранее византийцами, были к тому времени разрушены мусульманами. И крестоносцы отстроили их заново, восстановив таким образом почитание некоторых святых мест. А другие были либо разрушены, либо слишком малы для выросшего числа паломников. Особенно много строила королева Мелисенте. Ее трудами был, например, отстроен заново разрушенный Ильхакимом храм Груба Господня. Расширен храм над гробницей Божьей Матери. Это она пристроила вот эти красивые ступени, сделала новый вход в храм и также добавила пределы праведного Иосифа и Иакима Иоанны, где потом и была сама похоронена. Также Мелисенте построила храм Сен-Анн. Храм Святой Анны Матери Богородицы укупили в Вефезда. Храм стоит над остатками дома родителей Божьей Матери. Она устроила здесь женский монастырь и игуменьей была ее сестра. Храм в Имаусе на месте встречи Господа с учениками после своего воскресения тоже очень хорошо сохранился. Даже остались, ну, хотя и поврежденные турками, но все-таки остались средневековые росписи. Нам не хватит сейчас времени перечислить и показать вам все храмы того периода. Мы ежедневно видим их на Святой Земле, если путешествуем или просто гуляем по Иерусалиму. Практически нет святого места, где мы не нашли бы строений времен крестоносцев. Многие замки и некоторые храмы, находящиеся не на важных святых местах, конечно, сейчас уже в руинах. Но даже среди замков есть прекрасно сохранившиеся, такие как, например, замок Монфорт на севере Израиля. Еще во время правления Святой Землей крестоносцами здесь появляются монахи-францисканцы. Святой Франциск Асиский побывал на Святой Земле в XIII веке, лично встречался с султаном, произвел на него очень благоприятные впечатления своей простотой и своей бедностью. И султан разрешает ученикам Франциска приехать и поселиться на святых местах. Их было всего 20 человек. Сам Франциск Асиский был родом из богатой итальянской семьи, юноша с блестящим будущим, ведший в молодости легкую, беззаботную, веселую жизнь. Единственное, что отличало его от его веселых друзей, было то, что Франциск всегда очень щедро раздавал милостыню бедным. И вот однажды, когда он был в Риме и поклонялся святому Петру, он вышел из храма и увидел ряды нищих. Его сердце сжалось от боли за них, он не только раздал им все свои деньги, но и поменялся с одним из них одеждой и весь день провел вместе с нищей братьей. В скором времени Франциск стал монахом и усилил обет бедности в монашестве. Хотя этот обет существовал давно, но это не мешало западным монастырям быть весьма обеспеченными и даже очень влиятельными. А вот Франциск считал, что нужно подражать в бедности бедному Христу. И поэтому проповедовал полную нищету, полный отказ от любого земного, не только богатства, но даже имущества. Кроме того, по мнению Франциска Оссиского, настоящее монашеское служение заключается не в отшельничестве, а в проповедничестве. Монах-апостол, монах-миссионер, который внутренне, уйдя от мира, странствует и по миру проповедует Слово Божие, несет людям утешение, спасение и словом, и делом. И вот орден Франциска Оссиского начинает свои первые шаги здесь, на Святой Земле, в XIII веке. Позднее, в XIV и XV веке, от различных султанов они будут получать возможность укрепиться на Святой Земле. Так получат они первым зданием Сионской горницы, где был храм крестоносцев. Дальше получат разрешение поселиться около храма Рождества Христова в Вифлееме, и они пристроят к храму свой францисканский монастырь. Ну и потом, уже позже, в XV веке, они смогут получить один из пределов в храме гроба Господня. Но, естественно, молва говорит о том, что они получили все это не только из-за расположения султанов к францисканцам, которое действительно было, но и благодаря, конечно же, большим денежным бакшишам, которым они пользовались для достижения своих целей. Так или иначе, главной целью своей францисканцы ставили охрану паломников на Святой Земле, окормление паломников и служение на святых местах. То есть, в принципе, то же самое, что делала и наша Иерусалимская патриархия, и другие конфессии, которые здесь на Святой Земле существовали и существуют. Нужно сказать, что францисканцы ещё тогда, в XIII веке, продвинулись и на Кипр, и в Сирию, и Ливан, в разные близлежащие страны, и основали там свои кустодии. Кустодия – это как стража, как отряд воинов, охраняющий что-то. Но здесь имеется в виду в основном воины духовные, то есть хранящие чистоту веры, католической веры, чистоту служения людям, так, как заповедовал Франциск Оссийский. За Святую Землю отвечает кустодия Терра Санкта, то есть кустодия Святой Земли. Ей принадлежат 74 санктуария, 5 базилик, 66 церквей, 45 часовен и 38 приходов. Среди наиболее известных объектов, которые находятся под управлением кустодии, конечно же, храм Гроба Господня, католическая часть, базилик Рождества Христова, опять же, католическая часть, базилик Благовещения, базилик Преображения Господня на Фаворе, Церковь Всех Наций в Гефсиманском саду, Церковь Первенства Апостола Петра и Церковь Посещения или Церковь Встречи, которая находится в Вейнкарме. Символом францисканцев на Святой Земле является так называемый крест паломника. Эти кресты действительно были на счетах и знамёнах у крестоносцев, однако происхождение этих крестов гораздо более древнее. Это на самом деле византийский крест. Вместо четырёх крестиков по углам были точки, или ранее, говорят, была буква Б, базилевс, то есть царь. Францисканцы объясняют, что эти четыре маленьких креста, украшающие по краям большой, символизируют четыре раны Спасителя, и пятая рана – это сам большой крест, или же четырёх евангелистов, или же четыре части света, на которые распространяется благословение креста Христова. Так или иначе, этот крест можно видеть на всех, без исключения, францисканских монастырях, храмах на Святой Земле, и называется он Францисканский крест или крест Святой Земли. Кроме храмов и базилик, францисканцы также имеют на Святой Земле Студиум Библикум Францисканум, научно-исследовательский центр по изучению Святой Земли, и целый ряд школ. Общеобразовательные школы, тем более хорошие, в нашем регионе Ближнего Востока всегда были редкостью. И вот католики уже с XIX века, конкурируя в этом с русской духовной миссией, которая тоже когда-то строила здесь школы для местных арабских детей, начинают строить школы. Хотя эти школы на сегодня являются, естественно, католическими, но, в принципе, там учатся и православные арабские дети, иногда и мусульмане отдают туда своих детей, потому что там очень хорошо дают иностранные языки, там хороший уровень образования. И хотя эти школы и частные, они чаще всего либо сильно дешевле остальных частных школ существующих, либо даже дают обучение бесплатно. Такие школы есть и в Иерусалиме, и в Вифлееме, и в Хайфе, и в других городах Израиля. Конечно, главные представители католиков на Святой Земле – это францисканцы, но не только они находятся. Здесь есть разные ордена, есть и кармелиты, есть и, конечно, иезуиты, которые не только здесь присутствуют, но они даже свои заведения, в том числе самое лучшее академическое заведение, называется «Ecole Bibliques et Archaeologiques», то есть это место, где очень важные ученые там занимались, и так далее, и так далее. Но, конечно, не отрицать, что францисканцы имеют особую роль для католиков на Святой Земле. Не все было так просто, потому что, естественно, были и есть столкновения между и католиками, и другие восточные церкви, как и армяне, или сириане, и, конечно, с православными. И, конечно, каждый очень бережно относится к тем местам, к тем уделам, которые ему выдают у гроба Господня, но многое еще и зависит от церковного начальства. Если церковное начальство сможет договариваться друг с другом, обычно бывает нормальный мир. То, что могу сказать, что при служении патриарха Феофила хотя бы это от него не отнять, есть хорошие человеческие отношения с католиками, с армянами, с другими. И благодаря этому мы можем отстоять наши общие христианские права и у гроба Господня, и вообще в Старом Городе, потому что без нашего христианского, международного присутствия в Иерусалиме, в Святом Граде, будет просто запустение. Уже не будут здесь молитвы, и, конечно, как бы вакуум просто так не бывает, и другие люди возьмут эти места. Мир между конфессиями – дело очень непростое. Не обошлось здесь, конечно, без вмешательства государства, а именно турецкого султана. В XVI веке был утвержден закон «Статус-кво», который закреплял права конфессий на святые места, а также закреплял установившийся порядок, в какой час кто кадит, служит, молится, кто за какую часть храма отвечает и так далее. И вот закон этот «Статус-кво» соблюдается до сих пор неукоснительно. А когда бывают какие-то нарушения с чьей-либо стороны, то главы церквей собираются и обсуждают вопрос. В общем-то, всегда находится мирное решение. И еще одна интересная деталь в правлении патриарха Феофила, то есть где-то последние 15-20 лет, авторитет нашей Иерусалимской патриархии в глазах других церквей, представленных в Иерусалиме, заметно вырос. Можно даже сказать, что как-то все стали признавать Иерусалимского православного патриарха как, скажем так, наиболее древнего представителя христианства здесь, на Святой Земле. Ведь действительно, патриаршая кафедра в Иерусалиме существует фактически с I века, то есть с самого начала. Много можно было бы еще рассказывать вам о благотворительных больницах, госпиталях, которые устраивают здесь католики. Можно было бы рассказать о совместных учебных и, опять же, благотворительных проектах, которые делают вместе католики и нашей Иерусалимской патриархии. Очень много всего, но все невозможно уместить в один выпуск блога. Может быть, мы еще когда-нибудь эту тему и продолжим. А пока на прощание хочу сказать всем, кто интересуется глубоко историей Иерусалима, о замечательном цикле лекций по истории Иерусалима, которые проводил и проводит Рафаил на нашем сайте ТОПОС. Уже прошли шесть лекций, их можно посмотреть в записи. Просмотр каждой лекции стоит всего лишь 150 рублей. Мы вас сердечно приглашаем, всех-всех, кому эта тема интересна, тема Иерусалима и его истории. Седьмая же лекция запланирована на 20 октября. Лекции проходят по предварительной записи, по закрытой ссылочке, записаться на лекцию, на прямой эфир именно лекции. Можно на сайте ТОПОС, на странице лекции. Ну а мы с вами на сегодня прощаемся. Желаем всем всего самого-самого доброго и обещаем выходить в эфир как можно чаще. Субтитры создавал DimaTorzok